ребят второе поле у нас мы видим subject charles field давайте протестируем согласно документации но здесь есть одна проблема у нас если допустим в первом маркере дата поставить здесь false дата 2 марка не будет работать это я не искал просто решение пока вот допустим ставим false false и вроде все тесты проходят да хотя дата неверная решение думаю должно быть ну пока я не занимался просто этим поэтому здесь мы ставим true и запускаем тест я пишу в другой день поэтому здесь исключение что делаем чтобы дата была постоянно сегодняшняя вставляем наш модуль то есть смотрите как поля принимают разные значения да что значит вот но мы разбирали прошлом видео то есть вас примет и строку и переменную до дататаем до дэйта то дэй то дэй то дэй да иными словами любой формат который подойдет теперь все нормально все у нас работает предыдущую дату можно выставить допустим там вообще раньше ну поняли смысл теперь следующий у нас есть что у нас есть вторая второе второй маркер это чартфил давайте зайдем чартфилд поля и посмотрим итак виджет текст input сейчас нам это ничего не дает просто понятно что текст input да то есть текст html ну и как формируется данный момент нам не надо что нас интересует мт валю то есть по умолчанию вот здесь написано пустая строка по умолчанию при этом нас интересует когда выводится исключение рекурит макс лет мин лет у нас три исключения до у нас здесь получается макс лекс 100 символов как проверить работает она или нет но мы не будем писать да там 100 символов это было бы неразумно давайте воспользуемся немножко другим вариантом чтобы привыкать возьмем более 100 нам надо что привыкать возьмем скерюсет методов здесь словесное обозначение больше меньше гт больше да гт вот просто что привыкать и к тому и к этому больше или равно гт лт меньше чем меньше или равно так вот берем то есть разобрались нам надо макс лект чтобы было нам понятно лент далее мотаем в начало теста и здесь создадим переменную гт 100 у нас 100 символов макс лет больше ста и здесь можем себе подписать например n умножить на сто один только мы сделаем немножко по-другому это строка у нас должна быть мы потом проверим и другое так получается n переменная значит вот так делаем и теперь мы можем ставить у нас получается сто один символ да потому что мы сделали теперь идем сюда вставляем переменную и у нас получается max лент больше 100 равно истина давайте проверим нет это не так действительно у нас пишет 100 100 должно быть 101 на выходе то есть наш макс лект работает форме на мин век тоже проверить сами файл ставим пай тест еще для нас тест прошел далее можем проверить меньшее количество символов что она работает создаем еще одну переменную ой 99 99 это меньше 100 99 у нас стоит false то есть это ложь проверим и получим исключение все правильно не как на 99 мы получили исключение что пустой список то смотрите исключений эра нету почему потому что все работает но само по себе вот выводятся символы да то есть вывелось наши символы и говорит о том что асер эра это неправда значит составим true и тест проходит сейчас у нас все отлично то есть проверили символы все работает то что еще нам осталось проверить это рекурит то есть может быть поле пустым или нет и здесь мы можем подправить если нам надо на данном случае у нас здесь получается рекурит true по умолчанию чтобы можно было заполнять символы то есть оставлять поле пустым нам надо проставить рекурит false но мы не хотим ведь нам надо чтобы заполняли иначе зачем мы его делали почему переходим и проверяем делаем новый пустая строка если и пишем true это для нас истина и мы получаем исключение где пишется fields required то есть нам напоминает валидаты error this field is required то есть что здесь написано this field is required это поле обязательно то есть сейчас все работает действительно верно потому что у нас стоит по умолчанию так как ничего нету считайте что у нас сейчас стоит вот так это не прописывается это по умолчанию true true вот так стоит по умолчанию поэтому мы это не пишем если мы сейчас проверим получим что такое два раза ставили то есть тоже исключение и если мы даже уберем recurrent true так как оно стоит по умолчанию все поля по умолчанию должны быть заполнены все равно получаем исключение то есть нам надо поставить recurrent false для того чтобы поле можно было оставлять пустым в данном случае нам это просто не нужно в данном случае теперь ставим false можно описать то есть мы проверили можем дальше тестировать итак вам еще надо проверить min-length можно еще проверить хотя здесь это не имеет значения допустим ноны да можно можно конечно проверить но здесь явно указано что по умолчанию пустая строка то есть нона здесь не может быть здесь именно то что мы с вами делали то есть пустая строка раньше в жупе в жупе проверяли здесь стоит грубо говоря если брать переменную то она стоит chartfield я грубо пишу да по умолчанию пустая строка но можем проверить ноны хотя здесь оно не актуально ноны true и получаем исключение recurrent нам говорят это поле должно быть заполнено давайте попробуем временно изменить а тогда она может это работает но это будет не актуально вообще для нас recurrent false by test все равно получаем исключение да вот вроде мы поле оставили не заполненным но ведь вы уже должны понимать что пустая строка которая прописана в документации ну поняли и ноны мы с вами проверяли это разные вещи ноны это просто ничего а там есть пустая строка то есть это не срабатывает при этом смотрите эра не выдается ошибок вроде как нет но это не работает по сути дела это можно было не проверять обратите внимание на само исключение в данном случае здесь пишется база форум из валид то есть bound true то есть поле связано валид true в принципе валидация пройдена но есть исключение показывает в каком поле почему потому что в таких моментах помогает только чтение документации это потому что то что мы и знали что по умолчанию здесь пустая строка ноны быть не может почему ноны у нас false ну для своего успокоения сделали да хотя это было не нужно и вообще опять пока не закомментируем давайте закомментируем что не так но на самом деле все верно все верно здесь оно выдает bound true валид true как найти причину тут он нам выдает 82 строка но это наша функция скорее всего на самом деле все очень верно потому что у нас сейчас стоит что пустая строка false а в функции то есть в форме самой выставлено что recurrent false то есть пустая строка можно убирает без проходит конечно лучше каждая по сути дела постараться искать варианты тестировать как можно подробнее просто я сейчас показал общий замысел тут еще можно работать и работать чтобы вывести тест форум на более высокий уровень но начало есть по крайней мере для начала таким способом вы ребят детестируйте следующие остальные поля поля именно по документации постарайтесь и сбросите что вы натестировали домашнее задание какие у нас там есть поля еще посмотрите форму старайтесь опираться именно документацию в любом случае это для вас только начало поэтому просто потиху помалу все получится